Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 11 мая и я хочу показать вам последнюю недосаженную мою теплицу. Это будет третья томатная теплица. Я рассказывала, что здесь я выращиваю сначала рассаду, а потом уже высаживаю томаты. Но в этом году мне так стало жалко место под продажную рассаду, что я вот одну половину, ну где-то здесь входит тысяча, тысячи полторы, я еще не пересчитывала. Я одну высадила половинку, а вторую уже начала высаживать свои томатики. Вот здесь они у меня высажены, тут и трапеза влюбленных и все. Но я высаживаю, только-только приступила к ней, потому что я все те две высаживала, ну эти томатные теплицы, еще до сюда не дошла. И тут у меня пока что скрываются в холодные ночи вот эти томаты, которые в ведрах я выращиваю. Вот таймыр, видите, он тоже уже на цвету хочет свести. В прошлом году в ведрах, ну такой импровизированный огород на балконе я делала, выращивала и перцы, и томаты, и колокольчик горький перец. Мне очень понравилось, очень декоративно выглядят, и они очень быстро спеют в ведре, там в теплице. И вот я снова начала уже высаживать, вот они скрываются в этой теплице, пока здесь еще я не все заняла томатами. Тут же для высадки приготовлено, вот рассада стоит, вся цветет. Потому что, почему я нынче вот эту половину не стала засаживать продажной рассадой? Ну потому что, во-первых, я здесь дуру сделала вот эту грядку для безрассадных томатов, и получилось, что уже половина это занята, как бы немножко. Вот мне надо с ними сейчас что-то решать. Видите, они уже пышут. Их надо или распекировать по лоточкам, или кому-то отдавать, чтобы высадили, потому что я много сортов насеяла, половина мне не нужна. И здесь сразу, смотрите, видно, что вот эти трапеза влюбленных, которые не толстоногие, не короткорослые, они вырвались вперед, как бы пучком торчат. Они сейчас начнут вытягиваться. Эти-то малыши сидят, видите, какие. Вот ренет, полюс, они еще долго могут сидеть. Но мне уже нужно место, мне нужно уже здесь высаживать мои томаты. И почему еще эту половину я начала засаживать своими? Потому что много осталось рассады, ранних посевов из теплицы, и она вся цветет. Ну жалко ее, ну куда ее девать? Она вся цветущая, я понимаю, что очень рано можно с нее получить томаты, поэтому я плюнула, какие там продажные рассады. Буду свою вот эту высаживать, которая уже вот-вот-вот скоро будут плоды. Там тоже валяются, видите, цветущие. Ну все цветут, уже все, сейчас будут завязи. Куда ее девать? Сейчас выйду и засучив рукава, буду ее всю высаживать. Такая красотень выросла нынче, несмотря на все капризы природы, погоды. Ну и вот. И у меня получилось, что рассады продажные. Вот один всего кусочек, а здесь уже моя растет. И вот про эту рассаду на продажу, что я вам хочу сказать. Вот это именно те томаты, которые я и сеяла в традиционные сроки для Сибири, то есть 20-25 марта. И высаживала с учетом, что она будет готова к 10 июня. Мы ведь высаживаемся 10 июня. И здесь в теплице у меня скрываются только капризульки нежные, то есть тонконогие, толстоногие на улице. Эти здесь. И вот они, я их высаживала до наступления холодов. Конечно, здесь ничем я не удобряю. Я золой посыпала землю, перекопала, все посадила. Они долго стояли маленькими, но вот как только вот эта аномальная жара, когда у нас была, отогрелись, они сильно-сильно прям подались в рост. Видите, вот эти ярко-зеленые листья, это уже вот за последнюю неделю, пока тепло, прям начали с них выскакивать листья новые. И вот эта рассада будет готова к 10 июня. И смотрите, какая разница. Вот если бы я сеяла в традиционные для нас сроки и только для открытого грунта, то рассада должна быть сейчас у нас только вот такой. Видео, снятое 11 мая, не успела выложить. Тут у нас начались морозы, холода, мне было не до этого. И вот сейчас еще раз хочу снять и показать вам, как выглядит рассада на продажу спустя 7 дней. Пока был холод, пока были морозы на улице, она, видите, уже ряды начали смыкаться. И сами растения стали такие толстоногие и уже они более-менее похожи на рассаду. Но им еще здесь сидеть до июня месяца, полмесяца мая это точно. А в июне я начинаю, в начале июня начинаю и до числа 10-15 я эту рассаду буду продавать. И у многих она поэтому и посажена, высажена партиями. Это вот чуть пораньше, следующее немного позже, видите, она как меньше. Тут же уже у меня в бедрах начали цвести мои томаты. И вот опять же, это вот у меня грядка ленивка. Пока было холодно, мне было не до нее, я, конечно, ей не занималась. Здесь она уже вся, как сказать, я ее называю, как квашня вся расползлась, разглядывалась. Здесь огромное количество томатов, я не знаю, еще не придумала, что с ними буду делать. Они мне вот сейчас как раз не кстати, с ними же нужно заниматься. Мне сейчас надо будет высаживать свои в открытый грунт, а тут еще эти. Не знаю, куда их девать, но буду, наверное, какую-то часть все-таки распикирую, а остальные я даже не знаю, даже страшно представить, какая судьба их ожидает. Ну и вот эти томаты, которые я высадила для себя, как раз перед холодным периодом. Вот тут опять этот черный принц попался, и точно такой же густоцветущий. Они все чувствуют себя, конечно, хорошо, тут вот остатки, которые ждут в своей очереди. Но я сюда зашла чисто, чтобы показать вам, как выглядит рассада. Многие интересуются, как же выглядит рассада, которую я буду продавать, вот выращивать теплицы. Вот эта рассада, высаженная в конце марта, должна быть в конце мая, она готова. Все, готова будет, это точно. Она уже сейчас хорошая, но она должна здесь дорасти до образования цветочной кисти бутончика. Не цветов, а именно должны, вот так вот, вот в таком виде должны показаться бутоны. Видите, вот у моего томата вот такие бутоны выдвинутые. У этой рассады тоже должен появиться бутончик.